Все, что касается полного привода и вот данной платформы. Савинблок уже давно и не работает. Так, я остановился. Старт. Трос ручника у нас проходит через ух. Это, кстати, стандартные такие сюрпризы от конструкторов Рено. Обожаю, когда наружные обоймы Савинблока. Друзья, всем привет! Сегодня будем работать с автомобилем Рено Каптур. В нашем случае образец 2017 года. Пробег, пробег, пробег 140 тысяч километров. И версия с автоматической коробкой, полным приводом, двухлитровым мотором. Но нас интересует сегодня только полный привод, потому что говорить мы сегодня будем. А многоречажный задней подвески. Ребята, вам в голове всегда держите, что данная процедура и все, о чем сегодня пойдет речь, будет актуально. И для Дастера полный привод. Тирана. Аркана. Все, что касается полного привода и вот данной платформы. Итак, сегодня весь наш фокус пойдет на заднюю подвеску. Почему? Почему многие ей пренебрегают и что происходит, когда она разбивается. Сегодня мы все увидим своими глазами. Конечно, как всегда, мы начинаем с проблемы, то есть жалобы клиента. А какие жалобы у тебя? Кидает везде. В общем, человек жалуется на то, что у него машина очень неустойчиво себя ведет. То есть он не уверен за рулем. Когда он едет, нет остроты подруливания. То есть на мелкой рябе, на высокой скорости она начинает сама вилять, сама отыгрывать, куда захочет, туда и поедет. Естественно, это первый признак. По такой проблеме нужно осмотреть всю подвеску, амортизаторы, пружины, соленбоки, о чем сегодня пойдет речь. И потом, если все это в идеале, ехать на схождение, и это должно поправиться. При условии, что резина ровная и прямая. Ладно, мы здесь сегодня будем осматривать заднюю подвеску, при необходимости все менять. Заснимем разбитые соленбоки и заснимем потом, как работает подвеска уже на целых соленбоках. Камеры, съемки из-под днища на ходу будут. Так, ребят, на самом деле, на раскачку, те соленбоки, которые, я уверен, здесь кончились на 100%, на раскачку мы их не обнаружим. Чтобы их посмотреть более точно, нам нужно будет залезть под автомобиль, пока машина еще не поднята. Поэтому я ныряю со стороны бампера под машину, а оператор, наверное, спереди. Так, ребят, мы сейчас поднищем автомобиля в районе, давайте пока назовем его большой соленбок, когда машину поднимем, я объясню, где какой. Сейчас мы, пока подвеска у нас нагружена, отодвигаем соленбок, видим, что он отходит от втулки, и здесь у нас остается зазор больше. Если я сдвину его с другой стороны, соответственно, у меня тут уходит зазор, становится здесь больше. Это говорит о том, что соленбок полностью, ну, там какие-то крохи держатся, но основная часть соленбока резиновой основы от втулки отслоилась, и соленбок уже давно не работает. Соответственно, на внешний вид он не порвется уже никогда, потому что он сворачивается уже по втулке. Так, ребят, мы увидели, что соленбок как минимум один у нас точно под замену, поэтому сейчас будем осматривать всю заднюю подвеску и все остальные соленбоки. Подняли автомобиль, давайте еще раз посмотрим. Вот это у нас идет продольный рычаг и соленбок, мы с вами наблюдали, который крепится непосредственно к кузову. В принципе, здесь даже без поднятого автомобиля видно, что ему конец. Об этом сигнализируют в первую очередь вот эти розочки по краям, которые наблюдаются. Это у нас идет отсвоение соленблока, резиновой его основы, от втулки. Соответственно, соленбок уже не работает, он начинает раскачивать колесо. Колесо само по себе подается вперед-назад, что очень сильно влияет на комфортную езду и на правильные углы установки колес задних. Сейчас сзади. Об износе всех остальных пяти соленбоков, которые у нас по каждой стороне имеются, сигнализируют. Также вот трещины вокруг, смещение хорошее самого рычага относительно кулака. Вот здесь это хорошо видно. Здесь у нас большой зазор, здесь зазора практически нет. Но мы сегодня будем менять здесь все соленблоки. И когда поменяем, я вам покажу, как выглядит задняя подвеска с целыми соленблоками. Я об этом говорю, потому что очень тяжело на вид оценить износ вот этих пяти соленблоков. К этому соленблоку с ним вопросов нет. Поэтому очень часто приорачиваем замену этого соленблока, шестого, большого, вместе с вот этими соленблоками, которые у нас в кулаке. Потому что вам нужно будет ехать на схождение. Вам нужно будет, чтобы у вас болт, который регулирует развал схождения эксцентриковый, он крутился. И чтобы как можно меньше было люфтов, минимизировать люфты во всех соленблоках. Максимально подвести колесо к его заводскому значению. Поэтому, видите, разбитый большой соленблок, заказываем сразу все и меняем. Это для тех, кто любит свою машину и кто хочет правильно ее чинить. Если вы не любите, не хотите правильно чинить и эксплуатировать, можете закрывать это видео. Так, разницу по маленьким соленблокам мы увидим. А чтобы увидеть разницу до замены и после с большим соленблоком, мы закрепим сейчас камеру. Я ее закреплю на жесткой балке, которая жестко закреплена к кузову, чтобы видеть, как у меня отыгрывает подвеска. Имитировать мы будем движение назад резкую остановку, движение вперед резкую остановку. На такой полуасфальтирной грунтовой дороге, чтобы сцепка была более-менее. Так, ребят, вот камера, подложили крышку, чтобы угол обзора был другой свет. Ну, как закрепил, так закрепил. Свет даем. Камеру включили. Отказ, отказ. Запись пошла. Пускаем машину и делаем тестовый заезд. Итак, первые кадры будут на плитке. Давайте сделаем еще. Давайте еще сделаем блокировку полного привода. Все, лок есть. И выходим на асфальт. Чтобы старт был пожестче. Так, я остановился. Старт. Назад. Еще разок. Я думаю, достаточно будет кадров. Погнали на подъемник. Менять целимблоки. Так, ребят, мы определились с фронтом работ. Будем менять все 12 целимблоков. Но прежде чем приступить к замене, давайте выберем. Подберем нужные нам целимблоки. Ребята, кто следит за моей работой, знает, что если целимблоки, то феестрока. Во-первых, натуральный каучук из Таиланда. Во-вторых, шикарная связь резиновой основы и металлических и пластиковых втулок. То есть они не отклеятся. И очень круто, что компания феестрока продает как и поштучно, так и подумали за вас. И сделали комплект. Комплект из 10 штук. И комплект из 12 штук для продольных рычагов. Да, и большие целимблоки можно отдельно купить для тех, кто не любит свою машину и меняет только отслоенные целимблоки. Ребят, ну а вишенка на торте это то, что цена вас приятно, очень приятно удивит. Раньше такого в принципе не было. Раньше это просто целая проблема заменить целимблоки. Перейдите по ссылочке в описании, посмотрите на официальный интернет-магазин от компании феестрока. И вы будете очень приятно удивлены, сколько стоит комплект из 10 или 12 штук. Да, кстати, целимблоки делают не только на марку Renault. Но так как мы сейчас делаем Renault, говорим вот о качестве именно этих целимблоков. Просто топчик. Приступим к замене. Естественно, для удобства снимаем колесо. Так, ребят, колесо сняли. Сейчас больше света, больше маневра. Можно и с колесом это делать, но это будет менее удобно. Итак, смотрим. Я для примера покажу, как поменять большой целимблок и вот этот вот в кулаке. То есть мы снимем вот этот продольный рычаг и на его примере я покажу, как менять в принципе целимблоки. Этого будет достаточно, чтобы понимать, как все остальные меняются. Есть один нюанс. Как мы видим, трос ручника у нас проходит через ухо на продольном рычаге. Некоторые товарищи спиливают его, раздвигают, извлекают трос и на прессе рычаг меняют. В этом в принципе нет ничего страшного, если вы все это сделали аккуратно, не повредили трос. Никуда он у вас даже из спильного уха не денется. На ухе есть ребро жесткости, которое не даст уху деформироваться. Ну, тут кто как любит. Покажем. Не на прессе. У меня куча инструментов, струбцины, приспособы. Я покажу, как это делается, но размеры будут и для пресса. Итак, для начала снимаем провод датчика скорости заднего правого колеса. Датчик АБС его называют. И зачищаем интересующие в нас данный момент времени резьбовые части. Обязательно зачищаем, потому что подвеска работает у нас очень сильно химией, грязью поливается. И, ребят, на самом деле без химии тут просто не обойтись. Я сейчас очень активно юзаю химию от ВМП Авто. Особое внимание хотел бы уделить Валере жидкому ключу. Это очень крутая насадка, очень удобная. Если вам надо, она распыляет точечно. Если нужно большой объем, она распыляет так. Не надо снимать, одевать. Очень удобно. Нас интересует большой объем. Заливаем. Даем немного поработать. И затем откручиваем. Без проблем. И обрабатываем резьбовые части жидким ключом. Ребята, перед установкой каждый болт я обрабатываю алюминиевой смазкой. Мне очень понравилось, как она отделяет. Мне очень понравилось, как она отделяет у нас стальную часть болта от стальной обоймы. И не дает прикипать болту. То есть в будущем при демонтаже подвески у вас не будет проблем. Для этого нужна алюминиевая смазка. Естественно, ссылочки, где можно приобрести эту химию, будут в описании. Берем головку и ключ на 21 см. Срываем гайку. Не получилось. Берем вороток поболее. Раскручиваем. Легче будет, если мы сразу сорвем и открутим. Кстати, той же головкой на 21 и ключом. Болт крепления продольного рычага к кузову автомобиля. К кронштейну, который закреплен к кузову автомобиля. Дальше приготовить извлекать болты с небольшим сопротивлением. Так как, когда машина на подъемнике, и тем более на домкрате, это неестественная среда работы подвески. Естественно, у нас все салимбоки, они в напряжении. И болты, соответственно, тоже. Можно немного прокручивая. По резьбе болт у вас выйдет. Чтобы не давать нагрузку на резьбу. В принципе, идет он легко, практически от рук. Так, мы разгрузили продольный рычаг. Он у нас здесь, гайка полностью откручена. Но есть один нюанс. Вот этот болт, он у нас не выходит полностью. Ему мешает кузов. Можно пропилить немножко вот эту вот часть кузова. Но лучше, конечно, снять кронштейн. Для демонтажа кронштейна нужно открутить три болта, используя головку на 18. Болты, как правило, здесь на фиксаторе резьбы. Поэтому вы видели, что я не пыхтел здесь с трещоточкой. Это, кстати, стандартные такие сюрпризы от конструкторов Рено. Они любят таким образом усложнять жизнь слесарскую. Как вы видите, теперь мы легко извлекли болт и, соответственно, скобу. И ее мы сразу закинем в мойку. Да, ребят, скобу отмываем. И также прилегающую часть под скобу на кузове я тоже рекомендую отмывать. Сначала замочим все это химией. У меня есть специальные мягкие щетки, не проволочные. Именно вот так вот мы полностью убираем возможность закрепить скобу на песок и грязь. Что не очень хорошо, но, в принципе, и не супер смертельно. Тут кто как любит, на самом деле. Сейчас грязь немножко разжижится, потом мы ее смоем и вытрем. Все равно будет покрасивше, поправильнее. Давайте сейчас хорошо видно соленбок в каком состоянии. Видно, что он отслаивается, но при этом у нас вот резиновая часть от наружной обоймы не отслаивается от пластика. Именно отслоение от стальной внутренней обоймы. То есть ржавчина уходит глубоко внутрь, отвертку я могу протащить прям насквозь. Очень важно перед выпрессовкой вы должны заметить и обратить внимание, как у вас стоит соленбок. Как вы видите, вот эти вот отбойники, приваренные части, которые удерживают центральную часть, они расположены строго перпендикулярно вот этому рычагу. Кстати, этот рычаг заводской, именно прям с завода, он не имененный. И соленбок здесь тоже заводской. 140 тысяч, но требуют замены. Они уже, по моему опыту, где-то к 90-100. Ну, там уже надо смотреть. Ну, тут много еще от региона зависит. В Москве и Питере, конечно, всегда пораньше такие вещи требуют замены. Я для удобства закрепил на пластиковый хомут рычаг к другому рычагу. Ну, чтобы у меня трос не нагружался, не обрывался. Ну, и просто, чтобы поудобнее было. Сейчас будем подбирать оправки. Я буду использовать специальную шпильку с мощными гайками. Здесь много резьбы и есть специальные подшипники. Очень удобная вещь, рекомендую. Итак, наружная оправка. Это куда у нас зайдет соленбок, то есть куда мы его будем запрессовывать. Как вы видите, входит он идеально, но при этом он у нас сядет и удержится на самом рычаге. Итак, его геометрические размеры. Наружная часть 64 миллиметра. Внутренняя часть, как вы уже смогли догадаться, чуть больше диаметра самого соленбока. 56 миллиметров. Вот новый соленбок от компании FaceTroke. Мы видим, что он имеет овальную форму, чтобы он у нас в самом рычаге уже закрепился. Самая тонкая его часть 54,5 миллиметра. 53,5, прошу прощения. У меня тройка была по трудам за использование штангеля. И 55 сейчас выпуклая часть. А выпрессовывать мы будем, соответственно, нам нужно максимально подобрать по размеру самого соленблока. Вот такая оправка. Она имеет наружный диаметр 52 миллиметра. Внутренний, в принципе, особо не важен. Самое главное, чтобы внутренняя часть была толще, большего диаметра, чем внутренняя втулка. Ну, в моем случае, пускай будет диаметр 47 миллиметров. Сторона выпрессовки не имеет абсолютно никакого значения. Сейчас наживим гайки, подведем оправки. А я уже хвастался, да, этой шпилькой своей? Ну, тут, конечно, дело больше не в шпильке. Ладно, она хорошая, каленая. Но прикол именно в гайках с подшипниками и с длинной резьбой. Шпильку подвели, обоймы нацелили. Оправки. И производим выпрессовку. Обожаю, когда наружная обойма саленбока выполнена из пластика. Очень удобно, очень удобно при замене. Саленбок идет очень мягко, как и должен. Тут, конечно, основную роль, ключевую, играет шпилька. Так, но пластиковая обойма тоже добавляет лектор в своем деле. Саленбок полностью вышел. Саленбок полностью демонтировали. Выглядит он, конечно, удручающе. Так, далее, обрабатываем посадочную часть химией и мягкой щеткой. Чтобы у нас заходы, как вы видите, которые имеются. Вот за это инженерам огромный плюс, что они делают в таких вещах заходы. Для пластиковой обоймы, которая имеет овальную форму. Это очень логично. Иначе просто эта овальная форма в края вопьется, и ничего у вас не зайдет никогда. Далее мы берем новый саленбок, который у нас идет большой. Да, его номер, кстати, 11F3150. На самом саленбоке этот номер также у нас выбит. Для запрессовки я буду использовать вот такую оправку. Она у меня 59 наружный, 47 внутренний и, соответственно, есть место для саленблока. То есть он упирается у меня исключительно в пластиковую часть. Ребята, небольшой лайфхак. Если у вас оправка закрывает внутреннюю часть саленблока, как всегда бывает. Можно вот эту часть, которая важна какой стороной, устанавливаться. Я вот так вот маркером подрисовываю. Соответственно, когда я буду сейчас запрессовывать саленблок, я буду четко видеть, что он у меня идет правильно. Могут возникнуть небольшие проблемы с направлением саленблока. Для этого потихонечку его можно помогать туда заправлять. Главное, чтобы саленблок не закусило на одной из сторон. Осматриваем прям внимательно, глазками вот так вот прошлись по кругу. Понимаем, что саленблок идет четко. Идет с хорошим напряжением, натяжением. Это позволит полностью исключить возможность провернуться саленблоку внутри этого рычага. Да, и как вы видели, я не использовал никакую смазку, чтобы его туда загнать. Дадим отдохнуть пластику. Нагревается, наверное. Поджали. Отпустили. Выглядит очень хорошо. Четко перпендикулярно рычагу. То есть установлен правильно. Да, кто хочет поэкспериментировать, можете перевернуть саленблок на 90 градусов и потом в комментариях отписаться, как вам работа подвески. Ну, долговечен ли саленблок при таком расположении. С этим саленблоком мы закончили. Перейдем к Мауму. У нас их тут 5 штук. Будет чем позаниматься на выходных, если делаете сами. Так, ребята, готовим инструмент для выпрессовки данного саленблока. У нас вот такой вставыш. У него длина 47 миллиметров. Наружный диаметр 27 миллиметров. Внутренний просто мне нужен диаметр моей шпильки, соответственно, чтобы он вот так у меня встал. Как видите, он встает на обойму, но он чуть меньше наружного диаметра самого саленблока. Но при этом вставыш должен быть длиннее самого саленблока, чтобы полностью его выдавить из кулака. Соответственно, ответная часть должна у нас саленблок туда должен свободно проходить и вставать в любое место на кулаке. С этой стороны неудобно будет. Буду выпрессовывать во внутреннюю сторону приспособый с диаметром наружным 55, внутренним 51. Мы все нацелили, приступаем к выпрессовке. Сначала с трудом проходит юбка саленблока, затем он уже мало сопротивляется. Что такое? Мало сопротивляется и идет, идет прям вот видите, я гайку от рук вращаю. Могу до конца уже не вращать, а просто выдавить саленблок. Смотрим, что у нас получилось. Вот так выглядит выпрессованный саленблок. Мы видим, что юбка истоншилась, но при этом вот эта вот часть, которая у нас удерживалась в кулаке, она была еще, в принципе, даже нет следов набивки. Но при этом вот эти вот риски, которые нас не дают сворачиваться саленблоку в кулаке, они отсутствуют. То есть была возможность уже проворота, соответственно, скрипа. Производим обработку отверстия уже более грубой щеткой, так как сюда все-таки больше попадает воды. И лишнее сопротивление при запрессовке саленблока нам не нужно. Видно, что тут прям сам кулак уже с набивкой. То есть юбка сворачивалась хорошо. Сильно в ноль выводить тоже необязательно. Крепче будет саленблок держаться. Итак, приступим к запрессовке. Берем саленблок фейс-кропа под номером 11F 1139. Саленблок исполнен очень хорошо. На ощупь вы просто... Знаете, камера этого не передает, но обработка его просто превосходная. Мне очень нравятся эти саленблоки. Внутри никогда не бывает никаких зазубрин. То есть болт родной пройдет потом у вас идеально. Для запрессовки используем те же приспособления, которые мы использовали для выпрессовки. Но саленблок будет очень сильно упираться, особенно его юбка, поэтому мы будем использовать хорошего процента мыльный раствор. По факту чистое мыло с небольшим добавлением воды. Максимально все здесь обливаем. Так, мы наживили, приступаем к запрессовке. Рекомендую очень сильно контролировать заход юбки в сам кулак. И периодически можно ей помогать. Вот аккуратно отверточкой туда ее впрессовывать. То есть напрягли, да? Немножко вот так саленблоком поиграли, видим, не заходит. Отвели в сторону, напрягли еще раз, попробовали запихнуть. Так, ребят, несколько раз саленблок я упаковывал. Сейчас я уже почти его внедрил. Мы его с небольшим упреждением проталкиваем наружу, чтобы у нас вышла ответная юбка. Но самое главное, чтобы эта юбка не зашла. Так, ребят, вот мы видим, что юбка у нас наружу вышла со всех сторон. Все, ее нигде не закусило. Теперь нам нужно поправить саленблок, выставить его, выдавить его теперь в обратную сторону немного, чтобы он у нас отцентровался. Иногда, кстати, даже руками получается, но не сейчас. Так, ребят, мы видим, что саленблок зашел. Немножко берем отверточкой, вот таким образом поиграем. Выиграем им, видим, что он у нас сидит в кулаке очень жестко, не имеет никаких люфтов, то есть он там расправился прям четко. И юбка везде, нигде не надорвалась и зашла хорошо. Не всегда саленблок так красиво заходит, иногда юбка надрывается. В принципе, это не супер критично для саленблока. Да, это немножко некрасиво может смотреться. Вам могут где-нибудь потом на развале сказать, где ты саленблоки-то менял? Вы ему просто потом дайте 10 саленблоков, вот этих маленьких скажи, поменяй по-другому, я заплачу. Но так никто не будет делать. Можно идеально сделать, это очень-очень долго, но даже не всегда получается, если вот кропотливо-кропотливо туда-сюда. Не всегда получается без повреждений юбки. Имейте это в виду. Это не смертельно. Так, ребят, вот мы поменяли то, что я хотел показать. По такому же принципу меняем все остальные саленблоки. И на другой стороне так же. Работа долгая, кропотливая. Никакого смысла сейчас снимать каждый саленблок. Никакого смысла в этом нет. Основную идею вы поняли. Юбку не задираем максимально. Установка саленблока это перпендикулярно рычагу. Все, вернемся к вам по затяжке. По затяжке моменты есть. А говорю сразу, затягиваем подвеску на опущенном автомобиле. Не рекомендую даже эти саленблоки протягивать на вывешенном колесе. Так, ребят, саленблоки мы заменили. Уже машину опустили. Благо машина высокая. И мы можем залезть и затянуть. Потому что я всегда говорю, ямы у меня нет. Да, это неудобный процесс. Но надо затягивать саленблоки на опущенном автомобиле. Еще в идеале, конечно, раскачать, подождать немножко, чтобы тарушины уселись. И потом затягивать. Естественно, затягиваем требуемым моментом. Моменты будут все в описании. Специально для вас Петр их всегда туда добавляет. По поводу саленблоков я все сказал, все заменили. Да, сейчас мы хотим снять результат, как у нас будет с новым саленблоком от Феестрока работать подвеска. Поэтому мы камеру специально не извлекали. То есть она будет снимать с того же ракурса. Свет я, возможно, немножко подвину, потому что я уж не помню, как он у меня был. Ну, я свет тоже здесь креплю. Поэтому сейчас все... Сейчас схожу за новым фонарем и опустим машину и покажем вам кадры. Немного волнуюсь, но добор сниму. Что будет, то будет. Погнали. Ну что, ребят, вы видели своими глазами, что раскачка стала намного меньше. То есть это говорит о том, что колесо уже меньше будет отыгрывать, а это лишь один из тестов, возможных, проведенных с разбитым саленблоком. Когда мы движемся по дороге, конечно, колеса там отыгрывают постоянно неровности, торможения, повороты. Всегда подвеска работает. И она должна работать так, как ее настроили на заводе. В этом нам помогает Феестрока, за что вам огромное спасибо. Не забывайте про ссылочки в описании. Можно там перейти и прицениться на будущее или на настоящее. На сегодня все. Надеюсь, ролик был интересный. Спасибо за внимание. Всем пока.